Мальчик погиб, а убийца ходит на свободе. Автомобилист, сбивший ребенка, может избежать наказания. Почувствовали себя как дома. Таджики организовали в Нижнекамске ОПГ. Не впустишь утечку, упустишь. Газовики обеспокоены тем, что люди не дают им проверять оборудование. Музей под открытым небом. Улицу Баки-Урманче ждет реконструкция. Сто миллионов для души полностью отремонтируют драмтеатр. И шайбу погоняли, и на льду позажигали. Звезды женской хоккейной лиги встретились в Нижнекамске. Об этом и не только. Прямо сейчас вы смотрите новости на телеканале НТР в студии Алсуа Русланова. Здравствуйте. Автомобилист, насмерть сбивший ребенка, может отделаться административным наказанием. Трагедия произошла 9 августа. На внутриквартальной дороге около дома Корабельная 26. Родители уже полгода ждут итогов расследования. Терпение на грани. Подробнее далее в сюжете. Это обращение появилось в социальных сетях. Некий Альберт просит руководства управления внутренних дел помочь в продвижении расследования гибели шестилетнего Савелия. В августе водитель на Мерседесе насмерть сбил мальчика. Следствие тянется, хотя экспертиза доказала, скорость была больше 60 км в час. Дорогой начальник УВД, помогите, пожалуйста, с продвижением следствия. Мы позвонили маме Савелия, чтобы узнать, чья это инициатива и как на самом деле продвигается расследование. По словам Натальи, к письму отношения она не имеет. Я пока ничего не писала, потому что еще не все экспертизы готовы. Я вот жду сейчас очередную экспертизу. То есть одна экспертиза доказала, что он ехал не 60, как он утверждает, а 99,6. Сейчас мы ждем экспертизу, которая должна доказать, что если бы он ехал с разрешенной скоростью 60 км, погиб бы Савелий или нет. Если экспертиза докажет, что мальчик все равно бы погиб, соблюдая водитель скоростной режим, то виновник смертельного наезда может отделаться административным наказанием, говорит Наталья. Да, тогда 9 августа Савелий захотел яблок. Да, он перебежал дорогу не по зебре, но вина все равно лежит на плечах водителя иномарки, который гнал по внутриквартальной дороге. В этом мама мальчика убеждена. Ну вот в тот день, я говорю, за буквально минут 20 до этого он забежал домой, попросил покушать, сварил, мама свари пальмешки, покушал, побежал на улицу. А у меня на следующий день должен был быть юбилей, на кухню сегодня привела. И я ему всегда говорила, что мы на первом этаже живем, я говорю, вот окошки, чтобы я тебя видела. Разумеется, мы его сюда не отпускали, но сюда, знаете, всю жизнь дети за яблоками бегали и после этого бегают. Мы сами маленькие были, сюда бегали за яблоками. Не то, что он голодный был, эти яблоки ему, по идее, они кидаются, им пинаются там, да и все. Сын погиб под колесами за день до 40-летия Натальи. Ровно через полгода сердце отца не выдержало. Мужчина скончался в возрасте 43 лет. Дедушка Савелий сейчас на грани жизни и смерти, брат в депрессии. А водитель Мерседеса на свободе. Он только один раз приходил к родителям погибшего мальчика, со слов мамы дал 3000 рублей. Наталья Глазкова желает, чтобы убийца ее сына сел в тюрьму и пойдет до конца. Торговали наркотиками, оружием и вымогали деньги. По версии следствия, выходцы из Таджикистана организовали в Нижнекамске настоящее ОПГ. Полицейские поймали их с поличным. Тему продолжит Наталья Лушникова. Три на три на каждого обвиняемого свой адвокат. Сегодня во время прений защита попытается оправдать подсудимых. Настроение, к слову, у которых прекрасная улыбка не сходит с лиц. При этом сроки грозят немалые. Каждому по 10 лет лишения свободы. В поле зрения полиции троица попала давно. Слежка закончилась задержанием в апреле 2017 года. С поличным. Наркотики в крупном размере и пистолет. По версии следствия, подсудимые в составе организованной преступной группы занимались вымогательством и автоподставами. Также им инкриминируют незаконный оборот наркотиков и оружия. А вот на чем строится линия защиты обвиняемых, узнать не удалось. Ваши честерами не можете просить? Сторожно, как на это? Мы возражаем, вы замуж. Вы возражаете? Да. Судим не так? Возражаю. По решению суда нашей съемочной группе пришлось покинуть зал заседания. Однако судья заверил, что оглашение приговора будет происходить в присутствии средств массовой информации. Наталья Лушникова, Фахри Исламов, Новости НТР. Не справился с управлением и вылетел с дороги. ДТП сегодня произошло на одной из остановок в начале проспекта Химиков. По словам очевидцев, иномарку занесло и автомобиль влетел в ларек быстрого питания. В аварии никто не пострадал. Водителем сейчас занимаются инспекторы ГИБДД, которые и будут определять степень его виновности. Сумма ущерба, нанесенного иномарке и торговому павильону, пока неизвестна. Тем временем, госавтоинспекторы напоминают быть предельно внимательными на дорогах. Тем более, по сообщениям МЧС, ожидаются осадки в виде мокрого снега, ухудшение видимости и усиление ветра до 23 метров в секунду. Граждане не впускают газовиков в квартиры на фоне последних трагических происшествий. Такое пренебрежительное отношение людей смертельно опасно. Одного нижнекамца уже оштрафовали. Какие еще меры будут предпринимать специалисты? С работой газовиков познакомился Александр Комаров. Тяга у вас хорошая, потому что бумажная листья прилипает к решетке вентиляции. Значит, тяга хорошая. Проверка тяги – это первое, на что смотрят специалисты газовой службы. Затем идет осмотр самой газовой плиты. Мыльным раствором проверяют соединения, чтобы посмотреть, не пропускает ли газ. Специалист в прямом смысле проникает вглубь газовой плиты. При необходимости он даже прочистит забитые сопла, которые могут стать причиной чрезвычайной ситуации. Сопла могут засоряться вследствие использования порошковых очистителей. Порошок попадает внутрь сопла и газ перестает выходить, попадает в горелку. Состояние газовых плит – одна из причин чрезвычайных ситуаций. Несложно понять, что бывает при утечке топлива через прогнившие соединения и шланги. Отсюда отравление угарным газом и вероятность взрыва. У газовиков есть полномочия отключать такое оборудование от трубы. Причем при необходимости без газа могут оставить целый стояк. Мы обязаны при обнаружении неисправности в газовой плите такое газовое оборудование отключать незамедлительно. То есть, если есть реальная угроза возникновения аварийной ситуации, реальная угроза утечки газа, которая устраняется на месте и подлежит отключению, если плита исчерпала свой нормативный срок. Вообще специалист начинает проверку с момента попадания в подъезд. Бывает так, что газовые трубы обмотаны проводами, что уже опасно. В квартире людям объясняют, что при обнаружении запаха газа нельзя пользоваться электрическими приборами. И по возможности надо проветрить помещение. Но чтобы провести такую беседу, нужно сначала попасть в квартиру. А это не так просто. Только за прошлый год из почти 90 тысяч квартир попасть внутрь не смогли к 500. Техническим обслуживанием газового оборудования мы занимаемся не только после произошедших взрывов. Как вот бытует мнение, у меня слесаря в последнее время приходят и говорят об этом. А техническое обслуживание мы проводим ежегодно. Это обязано законодательством нашим, Российской Федерации. И при проведении технического обслуживания зачастую обнаруживаем утечки в газовом оборудовании. То есть я еще раз хочу сказать, что техническое обслуживание газового оборудования обязательно для всех и каждого. Оперативная работа газовиков помогает избежать возможных чрезвычайных ситуаций. Только за прошлый год в экстренные службы поступило 902 сообщения об утечке газа. 313 оказались ложными. Но остальные реальные случаи быстро устраняли. В основном утечка газа происходит в подъездах и в тех квартирах, в которые не могли попасть газовики во время обхода. О проводимой проверке они сообщают за несколько дней. И, кстати, есть большая просьба к расклещикам объявлений. Не стоит завешивать своим спамом важные сообщения. Газовики же проводят проверку в выходные. В праздники даже вечером могут прийти. У них гибкий график работы. Если же к вам по каким-то причинам с проверкой еще не прошли, то можно позвонить в Нижнекамскгаз и пригласить специалиста на определенное время. Александр Комаров, Марсель Жураев. Новости НТР. До 91-го года она была парковой, но вот уже 28 лет. Носит имя прославленного татарского художника Бакиру Манче. Центральная улица Нижнекамска нынешней весной начнет непросто преображаться. Станет своеобразным музеем под открытым небом. О реконструкции променада расскажет наш корреспондент. Центральная мечеть Почта-банк. Скоро этот привычный вид променада уйдет в историю. Весной в рамках муниципального проекта улицы моего города начнется масштабная реконструкция правой стороны. От химиков до проспекта Мира. Нижнекамцы уже предлагают свои идеи. Лавочки. А еще что? Цветники. Кустики. Ну и детскую площадку, чтобы ребятишки играли. Фонтанчик бы не мешало, да. Поставили, чтобы интересно было. Чтобы было больше зелени, чтобы красиво было. Будет не просто красиво. Информативно и познавательно уверяют авторы проекта. Ведь концепция реконструкции имеет тесную привязку к человеку, чье имя носит эта улица. Классика татарского изобразительного искусства Баки Урманче. Он ушел из жизни в 1990 году, а через год в Нижнекамске появилась улица в его честь. Здесь будет комплексное благоустройство с освещением, с малыми архитектурными формами. Максимально мы будем здесь ориентироваться в различных художественных элементах на творчество Баки Урманче. То есть появятся у нас различные инфостойки, различные пилоны, которые будут рассказывать нам о его творчестве, его деятельности и так далее. Творчество Баки Урманче разностороннее. Живописец, скульптор, график, фотограф. Не менее интересна и сама личность. Деревенский паренек стал первым татарским художником, получившим высшее профессиональное образование. Пять лет Урманче провел в Соловецких лагерях, попав под волну сталинских репрессий. После долгих скитаний вернулся в родные края и продолжил заниматься любимым делом. Сегодня его произведения занимают достойное место в коллекции Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Что касается новой трамвайной ветки, по плану ее протянут вдоль дороги. Проектировщики оставили под эту линию коридор. Реконструкция коснется и правой стороны променада. Только сначала там предстоит поработать энергетиком. Планируется замена сетей. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, Новости НТР. Нижнекамские полицейские добились стопроцентной раскрываемости по таким преступлениям, как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Об этом рассказали на подведении итогов работы Нижнекамского УВД за прошлый год. В 2018-м раскрыто 35 преступлений, совершенных группировками. За прошлый год расследованы и направлены в суд уголовные дела в отношении более тысячи подозреваемых. В совещании принял участие Айдар Медшин, который оценил работу полицейских по достоинству. И заявил, что работа с личным составом будет проводиться еще более качественно. Я хочу вас поблагодарить за проделанную работу, за то, что вы с полной самоотдачей делаете все, что от вас зависит. Но у вас большая нагрузка, поэтому, Руслан Захарович, мы вместе должны решать этот вопрос. Сотрудники ЧОП избежали наказания. В городском суде поставили точку в уголовном деле в отношении работников охранного предприятия Викон СБ. Инцидент произошел три года назад в кафе «Маракеш». По материалам дела, ЧОПовцы приехали по сигналу тревожной кнопки. Официанты не могли утихомирить буйного клиента. Он отказывался оплачивать счет. Тогда охранники скрутили гости и брызнули газовым баллончиком в глаза. У мужчин из-за этого испортилось зрение. Подсудимых приговорили к штрафу 100 тысяч рублей с каждого. Но оплачивать они его не будут, так как освобождены от наказания в связи с истечением срока давности. У белок появится свой дом. Волонтеры смастерили 11 сосновых дуплянок. Доски активистам предоставили Управление ЖКХ и Нижнекамское лесничество. Новоселье у белок состоится в ближайшие дни. Ловкие и шустрые зверьки бегут к своим кормильцам, едва те открывают заветные баночки с орехами. Недавно волонтеры решили улучшить условия их жизни и построили дуплянки. Покопались в интернете и нашли оптимальный вариант. Это частный недостаток. Это сбоку должно закрывать. Видите, леток, как говорится, их вход закрывает. От дождя косой дождик или снег туда не попадет. Правильно? Еще надо было бы сантиметр 3-4 сбоку, чтобы вода не попадала и косой дождик в эти щели. 11 дуплянок Василий сделал своими руками. Помогали ему в этом ученики 27-й школы. Мастер оставил над входом в домик небольшую крышу, а внутри положил опилки. Говорит, белки это любят. Эти доски с дерева сосны. Остальные деревья, доски не подходят с других пород дерева. Поэтому им нужны сосновые. Их спроектировали по 35, сделали там еще и полочку, чтобы им было тепло. Пиломатериалы и доски активистам помогли достать местное лесничество и управление ЖКХ. Сейчас Надежда и Василий ждут, когда привезут лестницу и проволоку. Тогда дуплянки можно будет повесить. Волонтеры любят зверьков, кормят их, стараются создать для них комфортные условия. Тревожит их пока одно – люди с собаками. Представитель администрации видел, как собака загрызла белку. А рядом стоял этот хозяин и еще смеялся. Когда им делаешь замечания, они еще огрызаются, эти хозяева собак. При входе в парк есть указатель – вход с животными запрещен. Но собаководов это не останавливает. А самое печальное, что администрация парка мер не предпринимает. По словам волонтеров, охрана даже не выходит из своего пункта. В случае, что со зверьками, нет гарантии, что виновных накажут. Светлана Шумкова, Марсель Джураев, Новости НТР. Об этой теме нам рассказали телезрители. Если у вас тоже есть важные и интересные информации, пишите, звоните по номеру 917-9373-077. Татарский драматический театр изменится до неузнаваемости. На реконструкцию кабинет министра выделил 100 миллионов рублей. В планах построить еще один зал и обновить здание театра. Одна из первых эскизы увидела Равшаня Сибатова. Директор театра Рустам Галиев рассказывает о возможностях будущей сцены. Высота 14 метров, автоматическая, что позволит быстро сменить декорации во время спектакля. Большой современный зал построят именно на этом месте. И он будет рассчитан на 250 зрителей. Новая сцена позволит театру работать масштабнее. Декораций будут больше, зрители тоже. А также они смогут приглашать с гастролями и другие театры. А на старой сцене планируется проводить репетиции и ставить спектакли для детей. Новый зрительный зал будет соответствовать всем требованиям театрального искусства. Будут предусмотрены гримерные для артиста, отдельные гримерные, мужские, женские гримерные. Также планируется строительство декорационного склада, потому что в настоящее время у нас вообще нет помещения для складирования декораций, швейный цех. Ремонт в Татарском драматическом театре имени Туфана Минулина станет возможным благодаря 100 миллионам рублей, которые выделил кабинет министров республики. Артисты, которые пока ставят спектакли на сцене Дома народного творчества, начало ремонта ждут с нетерпением. Да, бывает, что артист привыкает к своей сцене, но все равно хочется чего-то лучшего, чего-то большего. И мы гастролируем, везде видим разные театры, разные сцены. И, ну, я думаю, что для каждого артиста обновление сцены, которое будет больше возможностей, это только радостное вести. Для меня это большая радость. Тем более большой зал. Новый зал. Новое освещение. Мы ждем этот радостный день, потому что для артиста большое счастье. Планируется, что ремонт театра начнется в ближайшее время и продлится два года. Рушне Сибатова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Не дожидаясь приюта, помочь животным решили воспитанники 92-го детского сада. Для привлечения внимания к теме визовных кошек и собак организовали выставку и сбор средств. Алиса, так прозвали кошку местные жители, появилась в этом доме пять лет назад. Хозяева безжалостно выбросили ее на улицу. Для пушистого новосела люди построили домик и подкармливали. Но судьба снова нанесла удар. Кот, который поселился в ее коробке, предпочтел Алисе молодую особу. Этому коту мало показалось нашей кошечке. Он привел молоденькую, хорошенькую кошечку. И они стали жить туда же втроем. В результате потом они ее выгнали. И она ушла у нас бродить и бомжевать. Узнав о проделках кота, жители выпроводили его с молодой подругой в соседний двор. А Алиса вновь вернулась на свое место. И вот уже много лет чувствует себя хозяйкой подъезда. Ну, мяу, вот да, мяу, жалко тебя. А куда деваться? Ну, был бы приют, лучше бы приют, конечно, отдать. Приют для бездомных животных в Нижнекамске еще не построен. Потому тысячи бездомных собак и кошек, не всем так везет, как Алисе, умирают от холода и голода. Помочь братьям нашим меньшим решили в 92-м детском саду. Организовали выставку рисунков и установили куб для сбора денежных средств. При работе с детьми я задавала детям вопрос, кто у вас есть дома, какие домашние животные. И детки всегда говорили, у нас есть хомячок, кошечка, собачка. А когда я спрашивала, какие у них клички, многие дети не знали. И поэтому у меня такой возник вопрос, что нужно обязательно побольше детям рассказывать об этом. И тогда мы придумали вот такой большой проект. Ребята с удовольствием приняли участие в благотворительном проекте. В каждой группе рассказали, как заботятся о домашних и бездомных животных. Таким образом, здесь прививают любовь к братьям нашим меньшим с раннего детства. У них нет на улице еды, им холодно. Пока уметь дать молочко попить. И домой, наверное, взять, да, к себе? Да. Чтобы они не замерзли. Заберите бездомных животных домой. Бездомным животным в 92-м детском саду помогают уже второй год. Родители принимают активное участие в благотворительной акции. Приносят все необходимое. Собранные средства передадут в фонд «Дом надежды». Благотворительная акция «Помощь бездомным животным» в 92-м детском саду будет проходить до конца недели. Поэтому, если у вас есть желание помочь животным, то приходите сюда, приносите корм, медикаменты, либо же денежные средства. Лилия Егорова, Евгений Лызаев, Новости НТР. Смогли увидеть, как создается газета, пробовались на роль радиоведущих и посмотрели, как выходят в эфир новости. Узнать, кто такие настоящие журналисты, смогли ребята из молодежного центра «Ковер». Экскурсию по медиахолдингу провел наш корреспондент. Как идет подготовка к выпуску очередного газетного номера, как ищутся темы для новостной программы, как правильно задавать вопросы собеседникам. Работники НТР просто не успевали отвечать на вопросы. Такое профессиональное любопытство не случайно. Дети посещают кружок журналистики «Андервуд». Для меня лично это было незабываемо, потому что я узнал некоторые новые фишки и буду использовать их, скорее всего, у себя. Один из своих газетных выпусков «Коверлайф» юные журналисты принесли в редакцию журналистов профессиональных в Нижнекамском времени. Номер оценили и дали несколько советов. Хотя бы на три колонки бы желательно было разбить. Потому что, ну, сами знаете, когда больше воздуха и покороче, читается легче. Ну а дальше дети увидели то, что уж точно войдет в следующие выпуски их газеты. Причем детей удивили не только декорацией главной новостной студии НТР, но и сам процесс выхода программы в эфир. Причем интересовались как творческой стороной производства, так и технической. Давай на К2 сейчас. К2, К2, К2. Сюда смотри. Дальше продолжим. Камера один. Конечно, не обошлось и без телевизионных проб на роль ведущих и фотографий со студии. А вот узнать, как работать в прямом эфире дети смогли на радио ДФМ Нижнекамск. Нет, они есть, просто есть еще и электронные. А, то есть там все дублируется и вот, собственно, это уже не поможет, да? Если ты сожжешь журналы, что-то такое сделаешь. Экскурсия для юных журналистов проходила в канун празднования Дня Печати. Скоро все свои впечатления дети преобразуют в газетные статьи и видеоматериалы. Я человек, который хочет в дальнейшем поступать на факультет журналистики, что для меня это очень полезно. Это очень богатый для меня опыт. Я очень много всего узнала. Как ученику школы журналистики «Андервуд» эта экскурсия стала для меня очень полезной. Это, несомненно, хороший опыт для дальнейшей практики в сфере СМИ. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. На этом моя часть выпуска завершена. Далее смотрите новости спорта и прогноз погоды. Я напоминаю, связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 или посредством сайта ntrdefis24.ru. До встречи в эфире. Сегодня в новостях спорта. Прекрасный пол на Нижнекамском льду. Подробности первого в истории Нижнекамска. Матч звезд женской хоккейной лиги. Нижнекамцы триумфально завершили турнир. Бадминтонные надежды Татарстана. Об этом и не только сразу после рекламы. В автоцентре Марка Ночуйкова летние цены на автомобили Ниссан. Успейте взять свой Ниссан по цене прошлого лета. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Только пять дней. Всероссийская ярмарка в Нижнекамске. Рыбные и мясные деликатесы. Одежда от производителя. Трикотаж, товары для дома, сувениры, натуральные продукты. С 16 по 20 января. Нижнекамск. ТЦ «Якорь». Корабельная 44. Второй этаж. В магазине «Лифур» с 10 по 20 января ликвидация женских мужских дубленок и мутоновых шуб. 250 моделей по 19 500 рублей. Всем покупателям подарки. Али. Третий этаж. Современные модели слуховых аппаратов в центре радуга звуков. Незаметные внутриушные для детей и взрослых. Телефон в Нижнекамске 32-33-53. На телеканале НТР обзор спортивных новостей. В студии Кирилл Довкаев. Здравствуйте. Продолжим рассказывать о грандиозном хоккейном уикенде, который прошел в Нижнекамске. Вслед за вторым в истории города матчем звезд молодежной хоккейной лиги Нижнекамск впервые принял матч звезд женской хоккейной лиги. Из-за ледовой битвы прекрасного пола вместе с 5000 болельщиков в НТР наблюдала наша съемочная группа. Парни, что называется, отстрелялись. Настал черед представителей прекрасного пола. Да-да, впервые наш город принял в себя матч звезд женской хоккейной лиги. Надежда Александрова! Старая Рада! Московская область! Стоит отметить, что болельщиков на вторую звездную игру было больше. Арена забита под завязку. Такое нижнеканский болельщик видел впервые. История матчей звезд Джихайл не такая большая. К этой встрече счет между командами Запада и Востока был равный 1-1. По накалу страсти матч девушек ничего не уступал игре парней. Разве что играли представительницы прекрасного пола аккуратнее, больше распасовок и длинных передач. Первыми с делом вступили белые. Восток потерял шайбы в своей зоне. Запад без особого труда провел первую атаку. Свою команду спасала вратарь сборной России Анна Пругова. Хагистка творила сейвы один зрелищнее другого. Хоть скорости были и ниже, чем днем ранее на матче с звезд Джихайл, но в целом игра смотрелась намного зрелищнее. Счет открыли зеленый. На шестой минуте отличилась Елизавета Роднова. В начале второго периода шайба все-таки побывала в воротах номинальных хозяев, но видеопросмотр показал, что снаряд отправился за ленточку от конька нападающего. На 25-й минуте Запад добился своего. Татьяна Рафтор ворвалась в зону восточной команды и сравняла счет. Отличились девушки Запада и спустя несколько минут, причем отличились еще дважды. Сначала с передачи Фенузы Кодировой автором шайбы стала Хэлли Уильямс. После сама Кодирова записала свой счет с шайбу 3-1 в пользу Запада. Но Восток сдаваться и не собирался. Зеленые мобилизировались и проход Ольги Сосиной увенчался очень зрелищным голом 2-3. Не обошлось и без сюрпризов. В перерыве болельщиков прекрасные хоккеистки порадовали конкурсом на самый эффектный буллит. Девушки проявили неюжую креативность. Лучшим признали буллит Оксаны Братищевой. Смотрим. Расслабились, повеселились, пора и в игру возвращаться. Западу удержать преимущество, а Востоку хрупкое преимущество западных коллег свести на нет. Белым пришлось нелегко. Ольга Сосина нанесла несколько мощных ударов по воротам, но так и не пробила. Арена топила за Восток, но пробить свой железный занавес Запад не позволил. А вот сам умудрился забить одну шайбу, судей не засчитали, но четвертая шайба Запада все-таки случилась. В концовке матча «Зеленые» сменили вратаря на шестого полевого. Алифтина Штарева поставила точку в вопросе о победителе 4-2, победа Запада. Но хоккейный праздник на этом не закончился, конференции сошлись в жарких танцах. И все-таки награждали не за хореографический паз, а за спортивную победу. Золото вручили Западу, Серебро, Востока. Отдельные лучших игроков матча выделили. Надеюсь, каждым годом будет все интереснее и интереснее. И спасибо огромное болельщикам, кто пришел, поддерживал, смотрел. Честно, было очень круто. И надеюсь, всем понравилось. Креативность девчонок, улиты еще что-то. Старались хоть как-то развеселить, разнообразить. Главное, мы в настроении все приехали. И тренера мне сказали, что на нас ничего не давить, играть как мы умеем, что у нас тут собрано лучшее. И показать хоккей, как мы играем в чемпионате России. И вышли, просто играли, получали удовольствие от такой трибуны, от ледового дворца, от людей, от своих родных, что все приехали посмотреть какой-то особенный матч. Наверное, получилось из всех трех матчей звезд. Получилось в этот хоккейный уикенд, безусловно, все получилось на славу. Болельщики посмотрели зрелищные звездные матчи, хоккеисты получили адреналин и впечатление, которое запомнится надолго. Хоккеем продолжим. Сегодня «Нефтехимик» завершает выездную серию. В последнем матче турне «Нежникамская дружина» встречается с питерским «СКА». Армейцы же досрочно решили задачу выхода в плей-офф. Беспроигрышная серия «СКА» к этому матчу насчитывает 8 игр к ряду. «СКА» преследует лидирующие в таблице «СКА», оставляя от московских армейцев на 4 очка при одной игре в запасе. «Нефтехимик» в последней игре изрядно потрепал на категорский «Металлург». Уральца «Разгарвили» и «Нежникамцев» со счетом 5-2. Шансы «Волчей стайны» участия в розыгрыше Кубка Гагарина постепенно сокращается. В настоящем времени отставание от идущего на восьмом месте восточной конференции «Челябинского трактора» насчитывает 7 очков. Сократит отставание «Нефтехимик» или «Черная полоса» поражений продолжится? Узнаем скоро. Начало матча в 19.30. Прямую трансляцию идет в канал «Хелтв HD». Перейдем к легкой атлетике. Представители спортивного клуба «Нефтехимик» успешно выступили на чемпионате первенства Приволжского федерального округа, которые прошли в Новочебоксарске. Чемпионат проводился среди мужчин, первенство в трех возрастных группах. Нижникамцы выступили очень успешно, став лучшими в трех дисциплинах и еще в трех завоевали бронзовые медали. Мастер спорта России Айдар Гелязов, несмотря на недавнюю травму, на 60 метрах с барьерами занял первое место среди мужчин с результатом 8,08 секунды. Мастер спорта Анна Ватропина первенствовала среди женщин на барьерах с результатом 8,45 секунды. Релиз Арипову не оказалось равных Симе Борье. С личным рекордом 4763 очка он занял первое место среди молодежи. Кандидат мастера спорта Руслан Кашин показал третий результат среди молодежи в барьерном спринте. Его время 8,46 секунды. Это тоже личный рекорд. Еще один успех в Симе Борье на счету Владислава Полякова. С 4476 очками он стал бронзовым призером среди мужчин. Снежана Солодова выступала в Пятиборье, поставила личные рекорды во всех видах в целом в Пятиборье и заняла третье место. Завершим новостями из мира бадминтона. В столице Татарстана состоялся четвертый этап турнира бадминтонной надежды Татарстана. 224 спортсмена из городов и районов Республики Татарстан скрестили ракетки на кортах центра бадминтона. Всего съехались представители 20 городов и районов Республики. Честь Нижнекамска отстаивали воспитанника детской и юношеской спортивной школы Батыр. В возрастной категории спортсменка 2008 года рождения и младше. Второе место в парном разряде заняла Виктория Афанасьева, она же в миксте стала третьей. В категории бадминтонистов 2006-2008 годов рождения серебра в одиночном разряде удостоился Степан Волков. Золотые медали в смешанном разряде заняли Анастасия Исаева и Степан Волков. Волков также стал первым в паре. Первых мест удостоились также Анастасия Исаева, Степан Волков и Ксения Хлоимова. В разных разрядах серебро и бронза завоевали Хлоимова, Исаева и Дарья Иванова. Ну а на сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 0 7 70, а также посредством нашего сайта НТР Дефис 24.ру. До встречи в эфире. Спонсор прогноза погоды – Нижнекамский кожаный венерологический диспансер. Где пройти медосмотр? Где пройти медосмотр? Где же пройти медосмотр? Где пройти медосмотр? Где? Конечно, в НКВД. В жизни главное – здоровье. Согласитесь, господа. И к нему с большого любовью относитесь вы всегда. Все виды медицинских осмотров в НКВД. Шинников 43А. 16 января в Нижнекамске пасмурно. Температура воздуха минус 3 градуса. Ветер южный – 8 метров в секунду. Пока крещенских морозов синоптики не ждут. Спонсор прогноза погоды – Нижнекамский кожаный венерологический диспансер. Все виды медицинских осмотров, консультация врачей и дерматовенеролога, терапевта, миколога, невролога и других. УЗИ диагностика, лазерное удаление новообразований кожи. Наш адрес шинников 43А. Гемангиомы, папиломы и моллюски. Фибромы, кандиломы и невусы. Родинки, сосудистые звездочки, рубцы. Бородавки, генитальные, подошвенные и плоские. В лазерном кабинете НКВД лечение проводит врач-дерматовенеролог Лилия Зайниевна Карпова. 41-12-71. Доверяйте профессионалам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова